Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Багинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Максим, начнем с вас. В прошлой передаче вы рассказывали о нескольких проектах, которые должны были выйти в начале февраля. Как идут продажи, как продаются квартиры и вообще в целом, как рынок конда сейчас себя чувствует? Ну, уже все продано из того, что вышло в начале февраля. Сейчас абсолютно такая ситуация, что проекты продаются даже не в считанные дни, а в считанные часы. То есть вот мы как раз закончили продажи в проекте «Метро», закончили в «Марта Джеймс». Это такие проекты, которые мы ждали, крупные. Сейчас ряд проектов выходит новых, но это уже все на следующей неделе и так далее. Рынок, просто я скажу, что я такого рынка не видел, наверное, вообще никогда. Все время, что я работаю. То есть обидно, что то, что не получается однозначно удовлетворить все запросы. То есть практически любой проект, который выходит, то есть мы получаем 30-40 резервейшенов и только 10-15 квартир и девелопер. Они просто не могут давать все в одни руки, потому что мы же не одни работаем. Соответственно, у нас уже накопилось такое, что если люди не получили в проекте, мы пытаемся их первыми в следующий проект. Есть люди, которые получают только с третьего проекта. Вот такая ситуация на рынке. И конца и края этому не видно, во всяком случае. На Preconstruction цены, наверное, поднялись на 10, в некоторых местах даже на 15% с декабря месяца. Но я, в принципе, про это предупреждал еще в прошлом году, в середине года, что вот это вот как раз момент, когда все начнет сильно дорожать. Вот статистика, кстати, вышла интересная, такая более долгосрочная, потому что мы в декабре говорили больше о итогах года, насколько подорожала недвижимость. Это понятно, что усредненно все в GTA за последние три года. То есть Detach 67,5, Semi 71,45, самое большее Таунхаусы 63,9 и Кондо 55,8. Но только надо еще учитывать, что если Detach, Semi и Таунхаусы, они, в общем-то, планомерно так, ну, очень сильно, но планомерно дорожали, то в Кондо же 20-й год был ноль, да? То есть надо выкинуть, что это не три, а за два года. Алекс, на прошлой передаче вы говорили, что к весне в Берри цены перевалят за миллион. Прогнозы все еще в силе? Нет, уже не в силе. Потому что они перевалили с 1 января. То есть так получилось, что с декабря по январь многие люди говорят, мы не понимаем, что прошло. А я людей предупреждал, говорю, в декабре покупайте сейчас дома, можно было за 850 тысяч купить. Те, которые можно было за 850, миллион 50 продают. На 200 тысяч за месяц подскочили цены. Там происходит просто что-то неимоверное. И вот я буквально на днях получил имейл от билдера, с 6 домов 7-й детачи выходят. И там написано все критерии, что нужно. Я так читаю, читаю, потом говорят, ну вы не удивляйтесь, вас не выберут, потому что мы получили 3000 заявок. На 6 домов. Это значит 500 человек на один дом. Там даже цену не опубликовали. Даже люди не знают по какой цене, они готовы по любой купить. То есть можете представить, за сколько это продаваться. То есть если выйдет 1, 2, 1, 3 с 7-й детачи, я не удивлюсь. То есть вот такие цены. Если раньше люди присылали в резервейшн, там хочу такую-то планировку, такие-то этажи. Половина того, что приходит, написано any unit. То есть любую квартиру. Значит, у меня здесь статистика из цен за один год. Берри? Не только Берри. Всех регионов вокруг. Вот такие города, как Берри, Кичнир и другие, подорожали в среднем за этот год на 40%. За один год. А если я так возьму просто из моего опыта, то, что мы покупали до пандемии, и сейчас удвоилось за 2 года. То есть это получается 100% роста. То есть вот такие вот цены. И будет продолжать расти? Будет продолжать расти. Можете записать. На следующей передаче мы посмотрим. То есть... Вот вы только представьте, какие деньги сделали те... Сколько наша передача выходит? 6 лет. 6 лет. 6 лет может выходит. Кто слушал эту передачу 3 или 4 лет? Два года назад все, кто со мной купили, миллионеры. Два года назад все миллионеры. Все, кто купили два дома два года назад, миллионеры. За 6 лет просто поутроилось. Брод. И это значит, что нельзя быть будущим миллионером. Конечно, можно. Всегда можно это сделать. Самая проблема, знаете, в чем? Только в одном. Принять решение быть миллионером. Это вот то, что люди не могут принять решение. Я с людьми иногда говорю. Я говорю, а как ты собираешься вообще жить эту жизнь? А мне хватает. Ну окей. Если хватает, ну отлично. Это твой выбор. Я абсолютно с тобой согласен, что мы еще далеко-далеко вперед уйдем в следующие годы. Смотрите, то, что сейчас происходит и говорят о том, что должно измениться, что-то там правительство предприняет. Конечно, предпримет. Конечно, она не может просто так смотреть. А почему до сих пор не предприняла? Почему-то не задумывается об этом? Вот как раз давайте обсудим, какие меры предпринимает правительство. Максим, на ваш взгляд, что они предпринимают, что будут предпринимать и что нужно предпринимать, чтобы как-то смягчить хотя бы ситуацию? Ну, во-первых, немножко разные меры в разных провинциях. И вот как пример приведу, я считаю, что идеальное действие это касательно недвижимости. У них тоже очень сейчас большая проблема. То есть впервые Альберто вышло на второе место по нехватке недвижимости просто после Онтарио. Вчера всегда это было Бритиш-Колумбия и Онтарио. Ты знаешь, что Торонто обошло Бритиш-Колумбию? Бритиш-Колумбия даже не второе место сейчас, а третье место. Нет, не по количеству продаж, а по цене. Впервые Торонто обошло Бритиш-Колумбию по цене. Так вот на первом месте как бы Торонто, на втором стало Альберто, да? И только на третьем уже Бритиш-Колумбию, даже на четвертом. Так вот там делают все правильно. Значит, что у нас? У нас происходит просто вот наконец-то они осознали, что мы попали не просто в кризис недвижимости, а в глубочайший кризис, который решить нельзя. И сейчас последнее, это совсем нашество этой недели, что в Торонто разрешили, вот то, что в Берри разрешали, на Бакиярде строить дом. Я добавлю про это. Весь вест, весь вестсайт Торонто, это дома, которых уже вообще сносить надо. То есть они еле стоят, стоят такие халабуды, которые страшно смотреть по этой улице едут. Теперь еще всем этим домам разрешили строить это. Вместо того, чтобы перевести зонинг, это под хайрайс, и можно было строить здесь современные красивые кондоры. Я лично вижу ситуацию, как это поменять, да? И у меня есть... Я, кстати, в 2017 году даже написал большую-большую как бы сочинение и отправил через МП в парламент. Никто мне даже не ответил на это, да? Я считаю, что сегодняшняя проблема, это проблема, которая началась именно в 2017 году. Из-за неправильных решений тогда, из-за того, что вместо того, чтобы увеличить объемы, то есть сделать действия, увеличивающие объемы, уменьшили возможность покупать. Сейчас они продолжают в том же самом духе. То есть ничего не делается для увеличения объемов. Они опять пытаются уменьшить спрос, вместо того, чтобы... Сейчас разговоры о том, да давайте инвесторам сделаем минимальный даунпеймент 35%. Ну хорошо, инвесторы уйдут с рынка, да, недвижимость остановит свой рост, потому что не будет столько покупателей. А что дальше-то с этим делать? Людям-то жить-то надо где-то. Инвесторы в данной ситуации, это двигатели рынка, потому что они не спекулируют в основном недвижимость, они покупают и ее держат. Недвижимость сдается в аренду, соответственно, есть это. То есть мое четкое мнение, чтобы это изменить, надо, первое, абсолютно переиграть, как идут рассмотрения всяких ипроволлов и так далее. Открыть большое количество земель, в основном краунтленд, да, который, это поменять зонинги в таких районах, как, например, Вестдаунтауна, где огромное количество земли, но строить ничего нельзя, потому что это low-rise. Так, далее. У нас очень большая нехватка стройматериалов, соответственно, я считаю, что надо стимулировать, государство должно стимулировать производство, внутреннее производство. Все везут из Америки, почему это здесь не производить? Но это, да, очень долгая окупаемость производства, соответственно, надо раздать субсидированные кредиты, не давать их людям вот так вот, живите и сидите, никто на работе идти не хочет, все деньги получает, да, а вместо этого дать предприятиям на развитие именно связанное, переиграть иммиграционную стратегию, потому что есть определенные критерии, как приехать в страну. В основном, там, ты должен быть с высшим образованием и так далее. Пустите рабочих со строительными специалистами, сделайте энтри легкий, чтобы за полгода человек мог попасть сюда. Нет кому работать, нет стройматериалов и нет строительной техники. Вот этот вопрос надо решать и, конечно, открытие земли. Тогда лет через пять мы увидим результат. Но ты что-то рассказал, это говорит просто подтверждать еще больше, что этого ничего не будет. Конечно, не будет. Этого ничего не будет по одной простой причине. Впереди выборы, и сейчас надо что-то показать. Габермен не делает то, что нужно сделать. Габермен не делает то, что нужно сделать. А легче раздать деньги людям, чем раздать на бизнес. Для этого не построено. Ну, это же тупик, правильно. А то, что ты сказал про поводу зонинга, как раз здесь статья вышла по поводу зонинга, значит, уже приняли законодательство на дома, которые свыше... Ой, на дома. На города, где свыше 100 тысяч населения, изменить зонинг. То есть это не значит, что будут high-rise строить, но разрешили строить 4 юнита. Везде, не в зависимости из single residential, где можно... Даже дуплексы нельзя было делать. Теперь можно строить до 4 юнитов, а в некоторых местах до 6 юнитов. Это дает возможность инвесторам сейчас увеличить огромное количество, сделать кэшфлоу, естественно, за счет этого. Но самое главное, это поможет решить жилищный вопрос тем, кто снимает. Потому что снимать-то нечего. Я с тобой согласен, что это как-то решает вопрос. Но это, знаешь, мне напоминает времена Хрущева, в Советском Союзе, когда на каждом углу строили вот эти хрущевки. Смотри, что будет сейчас. На ВС-сайте разрешили, это стоят лоты, если мы возьмем те же конда, это тоже я почитал эту статистику, эти графики, которые есть, то конда, начиная с 2005 года, уменьшается по размерам. Оно все время уменьшается, уменьшается, уменьшается. И сейчас конда, это в среднем размере там 500 квадратных фит, это One Plus Den 500 строит. Правильно? Где-то так. А One Bedroom это 400 в лучшем случае. Ну, 450 может быть. То есть все меньше и меньше. Люди, семьи не могут жить таких конда. Ты говоришь, строить больше хайрайзинг, это не решит проблему. Потому что большинство приезжает с семей. Не-не-не, ну подожди, есть много проектов с довольно-таки просторными квартирами. По 2 миллиона? Очень много. Мы же говорим про людей. А сколько они рен будут платить? 5-5 тысяч? Это невозможно. Поэтому то, что делает правительство, как раз, это не правительство даже делает, больше муниципалитеты делают. Как раз они правильно решают вопрос. Они позволяют делать affordable жилье. Ты представляешь, каждый себе настроит второй, третий юнит на Бакияве? Но это даст возможность людям жить. Штук 10 у меня туда влезет. 10 не дадут. Есть определенные кратерики, как раз мы это то, что делаем. Потому что, возьмем даже мой пример. Многие говорят, как зарабатывать деньги на Рил Эстей. Вот, например, возьмем один из моих домов, который купил 10 лет назад. Я купил его за 250 тысяч долларов, этот дом. Там живет Тенет с тех пор, не так много платит. Недавно я с ним договорился, естественно, поднял ему цену, потому что я получил пермит, сделать из него дуплес. У меня теперь будет 3,5 тысячи рент за то, что я купил когда-то за 250 тысяч. Можете представить, какой кешфлоу. И теоретически, я могу там потратить еще, скажем, 150 тысяч долларов и сделать этот тренд не 3,5 тысячи, а 5,5 тысяч. Это кешфлоу 2-3 тысячи в месяц. То есть человеку, как имеет два таких дома, можно уходить на пенсию. Все. Он закончил. У меня сейчас вон все дома, которые я купил раньше, и даже не только раньше, меньше, чем 1000 долларов кешфлоу ни с одного нету. Люди говорят, как быть на кешфлоу, быть богатым, еще как можно быть богатым на кешфлоу. У меня есть люди, которые имеют 15, 20 и 30 тысяч долларов кешфлоу с домов. Не говоря о том, что оно все растет в цене, как мы сказали, что все стали миллионерами, что выплачивается моргидж. Это вот эти источники доходов. Но правительство, для того, чтобы это решить, и оно уже пытается что-то сделать, оно, конечно, должно начать больше строить. И это тоже написано в этой статье, что говорят о том, чтобы ускорить процесс, задавать разрешения. Они об этом уже 10 лет говорят. Говорят. Да. Но с дуплексами, это явный такой пример, что-то делается. Потому что если дуплекс раньше ждали не знаю, сколько времени, сейчас, правда, стало опять немножко медленнее, потому что очень большой наплыв желающих, а из-за коронавируса работать, типа, не о ком все больные. Так вот. А так, в принципе, мы за 2-3 недели тогда получали разрешение на дуплекс. Это супер быстро. Это супер быстро. Такого никогда не было. Было 2-3 месяца. С Кондо все печально, потому что разрешение, как были, чуть-чуть по 4, в среднем 4 года. Ну, потому что Кондо это огромнейший проект. Так оно и есть. Вот. И Кондо, оно не решит affordable жилье. Она решит какую-то часть для молодого населения, для одиночек. Но семьи не могут там жить. Почему такое вдруг рост периферии? Не потому что вдруг все от коронавируса убежали, как все думают. Не из-за этого. Это началось в 2019 году, тогда пошел всплеск вверх цен. Потому что семьи, вот именно этот миллениал, который достигли возраста уже 32-35 лет, обзавелись семьями, у них дети появились. Они не могут 450 скверфит жить. В периферии не строилось вообще ничего. Вообще ничего не строилось. Если еще Кондо как-то строилось, как ты говоришь, плохо, но строилось, сингл фамилии вообще почти не строилось. В 2018 году, когда был кризис, вообще перестали практически их строить. То есть, нехватка сингл фамилии катастрофическая. Сейчас продают, вот выставили дуплекс и продали с мальтипл оффер за миллион 200 ту бедрум дуплекс, а таунхаус продали за 950 тысяч в Берри. Можете представить, чем это идет. Это не таунхаусы 1300-1400. Смотри, я еще могу понять, мы сейчас говорили про власти, что не делаются того, что надо. Понимаешь, я еще могу понять где-то по поводу лоу-райса. Потому что лоу-райс, например, надо построить 500 домов. Это должно быть... Нет места для этого. Да полно места есть. Нет, нет, нет. Нет места в городе где-то. Это место должно быть где-то на периферии. Но для этого надо подвести дороги, подвести коммуникации. Есть определенные строительные коды. Значит, построить там школы и так далее. Вот это, конечно, проблема, и она требует больших денег. А вот это именно будущее. Но у меня вопрос, почему не поменять зонинг под кондо, там, где уже все есть. Не могут застраивать вот этот один мегаполис. Это ненормально. Надо расширяться в стороны. Послушай, если бы мы решили хотя бы вопрос для начала с теми, кому кондо подходит, кому-то оно подходит, кому-то оно не подходит. Инвесторы в основном покупают кондо. Вот этих же людей, которые, оно подходит, откуда все это вот берется, что купить ничего невозможно, потому что их тысячи, которым кондо подходит. Именно новые строительства сейчас относятся как к биткоинам. Это как бы будущее, вот ты сам это когда-то сравнил, что она как бы вкладывает в будущий рост. Но когда вот выходит, мне просто обращаются люди, кстати, которые с тобой тоже купили, обращаются, чтобы сдать, сдать тяжело, выходит новый билдинг. Кондо? Да. Ты еще издеваешься, что ли? Ну, рент не работает. Первый человек, который ты мне сказал, у нас сейчас закончился проект, там 46 квартир наших клиентов. Три недели, ни одной нету. Да, но за сколько сдают вопрос? Причем мы уже под конец стали просто в наглую поднимать цены, да, то есть вот выходит, выходит, сразу вышло 3-4 предложения. Это то, что мне позвонил человек, сказал, но он хотел очень высокую цену, я не знаю. Кому он сдал, сдавать там, собираемся. Да, 500 долларов выше, чем оно стоит. Ну, даже на 200 поставить. Но цены уже шикарные. То есть даун-таун сейчас малюсенькие вот эти ванн-бедрумы, которые, ты говоришь, по 400, ну, по 500 скверфит, да, они сейчас в 2-300 уходят просто в лед, то есть только выставил. Поэтому с просто большой, почему не дать строить? Хотя бы это население. С домами более сложная ситуация. Что я скажу про дома? Значит, выходит новые проекты, да, домов, например. Выходит на периферии, это не периферия, Берри уже не считается периферия. Берри уже не периферия. Периферия это то, что вокруг Берри находится, правильно? Или вокруг там Китчнер, или вокруг других городов, Хамилтона. Выходит какие-то проекты, там, город Париж. Кто-то слышал про город Париж? Слышали. Я только название. Да, есть такой город Париж. Вышли новые строительства. Начиная 1.3 миллиона. Дом. В городе Париж, в котором ехать не знаю, сколько времени. У меня и Гарри уже тоже миллион скоро будет. Ну, это везде так. В Хамилтоне уже давно over 1 миллион. Поэтому, то, что будет происходить, скорее всего, они попытаются что-то сделать. И вопросы, что они сделают. Увеличение даунпеймента? Может быть, да, может быть, это сделают. Если это сделают, то это просто караул будет. Что уже сказали, что ведут уже 100%, это спекулятивный такс в Торонто, чтобы не дать флипперам продавать дома. Ну, вот это логично. Это ведут. Вторая вещь, которую хотят сделать банк всеми иностранным инвесторам. Не давать, не просто брать процент с них, запретить на 2 года минимум какую-либо покупку иностранным инвесторам. Сейчас настолько мало покупают. Ну, это я говорю о том, что сделают. И насчет строительства, да, вот эти вот изменения зонинга, это вот следующий же месяц. Потому что просто начать быстрее строить, правильно сказал Максим, нет ресурсов, нет строительства материалов, нет рабочих, они просто не могут в состоянии. И что они сделают? Они перекладывают это на плечи инвесторам. Вот вам есть возможность строить дуплексы, триплексы, фоплексы, стройте. им делать нечем, понимаешь? Вот для конда краны, просто обычный кран строительный, девелоперы стоят в очереди, их не так много, по 8 месяцев. Дуплекс приходит, да, раз-раз поменяли драйвол, все сделали. Так почему нам не воспользоваться этой ситуацией, не заработать денег, просто на ровной месяц? Есть еще, на мой взгляд, очень-очень важный момент, который бы помог, это касательно лоу-райса, да, потому что в конда это более-менее решаемый вопрос по поводу стройматериалов. Там есть изменения, там новые материалы приходят в бизнес, да, а вот в лоу-райсе мы как строили 30-40 лет назад, так и строим. Только вот эти палочки все, ту байфос, да, стали в два раза уже, и, соответственно, дом будет стоять 30 лет, потом развалится, да. В реальности, если посмотреть на Европу, на Китай, там есть супер сейчас строительные материалы, технологии, которые, но почему они не идут сюда, потому что у нас, чтобы такую технологию пропустить, я сейчас связан с поставками дерева сюда, да, это какой же головняк надо иметь, чтобы получить лицензии на это ввоз дерева, да. Канаду дерево ввести, да, дерево, которое дерево, что в Африке дерево, и мы сейчас работаем с Украиной, Белоруссией и Россией, да, что там дерево, что здесь дерево, это дерево, ну что тут еще, вот только получить сертификацию, он это месяцы, а то и годы занимает. А что говорить о том, когда человек изобрел, например, в Европе производится там какой-то утеплитель, который в сто раз более легко, быстро его пропустит. Давай все-таки перейдем немножко другую вещь, потому что мы рассказываем все, что плохо, давай рассказываем вообще, что хорошо вообще. Давайте поговорим о Калгари. На прошлой передаче вы рассказывали про хорошие проекты в Калгари, как идут там дела. В Калгари все здорово, а про Калгари рынок, я быстро в двух минутах не расскажу, поэтому рекомендую посмотреть видео. Одно есть у нас на Ютубе, оно вышло еще в октябре, когда мы начали работать в Калгари, второе сейчас подробное выйдет в ближайшее время, в самое, я думаю, за февраль оно выйдет. В двух словах, рынок был привязан к энергоносителям, к нефтегазу, и за последние 30 лет это было вот так, вверх-вниз, вверх-вниз. В 2011 году цены в Калгари были такие же, как в Торонто. С 2011 Торонто подорожало в три раза все, а в Калгари цены остались на том. Но то, что я говорю, правильно сделали они, правительство решило уйти от этой зависимости. То есть, три года назад поменяли полностью все в Калгари. То есть, теперь там, нельзя сказать, что свободная экономическая зона, но там минимальные налоги, то есть, corporate tax 8%, HST 5% вместо 3%, там нет land transfer tax, там нет development charges, там абсолютно совсем другие законы в плане рента, то есть, там не рент контроля, не 15% для иностранцев, то есть, полностью открытый рынок, да, и они стали строить много, туда пошли многие торонтовские девелоперы, начали там строить. Соответственно, стали открываться высокотехнологичные компании. В Калгари 4 университета, все, что нужно. То есть, компании, которые, в общем-то, не привязаны к месту, это в основном интернет-технологии, да, они туда резко вошли. Последний, это был Amazon, который там открывает просто технологический хаб, это тысячи рабочих мест. Они скупили дешевую недвижимость в центре города, в даунтауну, под офисы, да, им надо строить жилье. Ну, вот то, что в Калгари началось, это с середины прошлого года, вот на данный момент подорожание 12%. Все, что там продается, если у нас положительном кэшфлоре, вот только если 3-4 юнита там вместе собрать, да, если это один дом или одна квартира там с положительным кэшфлором не пахнет, в Калгари любая, любая недвижимость, таунхаус, дом, кондо, квартира, оно все с положительным кэшфлором. Алекс, а с вами давайте поговорим о солнечной Флориде. Как там обстоят дела? В солнечной Флориде очень хорошо, в отличие от Канады. Там все тепло, и цены на недвижимость растут. Мы в последнее время начали работать с Флоридой, постоянно у нас проходит вебинар, вот следующий вебинар будет опять, и как раз там будет выступать налоговый специалист, потому что многие люди спрашивают, а что с налогами, в Америке? Будет выступать налоговый специалист, на прошлом вебинаре выступил иммиграционный специалист, потому что очень многие хотят уехать или получить какую-то возможность там работать. Была тоже очень интересная передача. Все есть на YouTube-канале, все записи этих вебинаров можно посмотреть. В принципе, то, что мы там сейчас сделаем, Preconstruction, там такой же бум, как и здесь, то есть тоже купить очень тяжело, если вы помните, мы рассказывали про Орландо, ресорты, сейчас уже практически забудь, уже невозможно купить на Preconstruction, там очереди не знаю какие. Вот, но есть ресейл, как раз на следующем вебинаре про это мы поговорим, и там, не то, что кэшфлоу, там она зашкаливает, там по несколько тысяч, может быть, кэшфлоу с каждого дома, если правильно вести этот бизнес, потому что это бизнес. Новый проект, например, могу подчеркнуть, проект Кросби, который будет строиться в даунтауне Майами, квартиры там будут начинаться от 480 тысяч долларов, и там будет разрешено официально Airbnb. Она находится прямо в самом центре, где вот World Center, второй по величине крупный торговый парк в Америке строится. Поэтому Флорида очень интересна с точки зрения инвесторов, которые ищут что-то новое. Есть свои, конечно, нюансы там, но об этом во всем поговорим на вебинаре. Максим, давайте поговорим про ставки кредитные, которые грозятся поднять банки. Ваше мнение? Это начнется с середины года. Будут поднимать ставки, и даже, я думаю, все-таки немножко быстрее будет поднятие, чем я рассчитывал в начале года. Я думал, что пару раз поднимут по 0,25 процентов. Думаю, что будет больше поднятия. Значит, скажу так, что психологически это, естественно, сыграет роль. Но в реальности какого-то большого изменения я от этого вообще не жду. Потому что, может быть, может быть, это немножко ударит по дорогой недвижимости, то есть, ну, высший ценовой диапазон. Касательно дешевой недвижимости ничего не будет изменения. Понимаете, у нас же все равно стресс-тест. Поэтому стресс-тест сейчас, по-моему, 5,25. Я добавлю больше того. Ничего вообще не произойдет. Почему? Потому что правительство бегает, если им говорят, мы поднимем, мы поднимем. Все нас пугают. И они не поднимают. Что вы думаете? Инфляция сегодня официальная 4,8. И жилищные вот эти все дома не включены в инфляцию. Сколько бы нам было, если вы включили. Я был на собрании в банке, и у меня просто глаза на лопу были. Секунду, скажу, вот послушайте цифру. И они приводили пример реальной инфляции сегодняшней. 15%. Не 17,5 инфляция в Антарио. Это если учитывать и недвижимость, и машины, и бензин. Все вместе. А то, что 5 считают, это как в России по борщевому набору. Ну и что, самые умные здесь? Думаете, правительство, если они знают про такую инфляцию, почему до сих пор не подняли? Почему до сих пор не подняли? Не просто сделать это. Это невозможно. Не просто непросто, невозможно. Все были уверены, что в январе поднимут и не подняли. Почему? Невозможно было сделать. Я думаю, что летом сложится это все-таки. Мы ничего не знаем. Но это не будет резких подъемов. Кто знал вообще про коронавирус два года назад? Никто ничего не знает. Потому что то, что происходит, бонды могут полететь к черту, потому что все, кто купили долгосрочные бонды... Стокмаркет, кстати, уже полетел. Ну, стокмаркет к этому не имеет отношения. Доллар может усилиться, что ударит по экспорту. Все бизнесы, которые на ладан дышат, живут на этих судах, им поднимут еще больше платить интерес, не выживут. И правительство это понимает. А надо поднимет. Но вот эти восемь поднять, что они говорили, забудьте про это. Этого никогда не будет. Но если они поднимут на полпроцента за год, это уже можно им поаплодировать, что не смогли. Не смогут. Очень тяжело. Да, наверное, поднимут. И я не удивлюсь, если поднимут, а потом опустят. Алекс, если цены так подорожали, то есть ли вообще возможность сейчас заработать на недвижимости? Еще какая есть возможность. Наоборот, те люди, которые выжидают, они будут выжидать всегда. И уже для многих, может быть, даже поезд ушел. Хотя я уверен, что если они позвонят мне и мы поговорим, я построю и придумаю стратегию, что можно сделать. Но как люди зарабатывают? Специально привел пример. Мы сказали, дом миллион. Я взял миллион. Вот если мы посмотрим на экране, дом за миллион, в который надо вложить 20% в даун 200 тысяч и сделать из него дуплекс, вложив еще 70 тысяч, при этом он останется сингл фэмили. И он будет расти как сингл фэмили, но как дуплекс он будет держать лучше цену. И если мы посмотрим на все эти цифры, то кэшфлоу получается почти тысячу долларов сегодня, если мы покупаем. Попробуйте найти сегодня инвестицию, чтобы дала тысячу долларов, даже несмотря, что он стоит миллион. Но это еще не все. Тысячу долларов надо сказать, а, ну надо вложить 200 тысяч, как бы, да, вроде бы много. Хотя тоже это 6% годовых, что тоже неплохо. Но добавьте сюда, что еще будет mortgage down, потому что mortgage-то большой, процент низкий, это еще 1760 в месяц, это уже второй источник дохода. То есть мы зарабатываем 2700 умножить на 12, почти 30 тысяч долларов в год на 270 тысяч вложенных денег. Это уже больше 10%. Мы вообще не говорили про appreciation. Теперь представим, что мы взяли все деньги с кредитной линии, то есть мы не положили ни копейки своих денег. То есть мы получаем все равно положительный кэш-флоу. Вместе с mortgage down зарабатываем 2000 в месяц. Опять же, без appreciation, не вложив ноль. Мы ни копейки не вложили. Теперь, прошло 5 лет. Вот то, что мы говорим, да, конда строится 5 лет, и у нас прошло 5 лет. Пришло время renewal mortgage. Я посчитал по очень-очень консервативной оценке, как мы говорим, 6% в год. Хотя сегодня уже давно, можно забыть про 6%. Когда мы только сделали его дуплекс, он стал 1,2. Сразу же. То, что я говорил, сейчас происходит 1,2. От 1,2 6% это будет 1,6 млн. Через 5 лет его цена. Все же самые деньги мы инвестор. Моргидж уже стал 690 тысяч. Мы можем продолжить платить этот моргидж. Мы можем рефинансировать, сделать его заново. И тогда наш кэш-флоу уже станет 1670. Именно так для тех людей, которые не вложили ни копейки своих денег, взяли все с кредитной линии, у них стало кэш-флоу 1000 долларов в месяц. Али Шейшеном, то человек, который не вложил ни копейки своих денег, заработал 741 тысячу за 5 лет. ROI получается в этом случае, если мы положили эти свои деньги, 57% в год. Это огромные суммы. И теперь получается, что человек, который пришел, например, у него есть equity в доме и достал эти полмиллиона из equity и свои деньги, купил эти два дома, он заработал полтора миллиона за 5 лет. Попробуйте заработать как-то по-другому эти деньги. И это же хотел бы добавить в конце людям, которые ищут стоит, не стоит, поднимется, интерес, не поднимется. Это все excuse. Знаете, все оправдание. Тенант не будет платить. Все это ерунда. Хотите быть богатым? Сделайте что-то. Не хотите? Продолжайте искать excuse. Максим, что делать инвесторам, которые еще не успели купить, когда цены такие высокие и невозможные? Это тот же вопрос, что у Аликса. Покупать надо по-любому. То, что нас ждет впереди, я абсолютно не сомневаюсь. То есть мы поговорили уже по кризису и нет путей решения этого кризиса в короткие сроки. В короткие можно только чуть-чуть тормознуть рынок на какой-то срок. Дальше будет еще сильнее подорожание. Поэтому покупать как можно быстрее, получить квартиру сейчас очень непросто, поэтому мы сейчас везде на сайте, у нас это написано, что подавайте заявки заранее. Когда еще нету цен, нету планировок, за месяц, за полтора присылайте нам эти заявки. Как только мы получаем цены и планировки, мы с вами свяжемся и у вас есть возможность выбрать квартиру. Первый момент. Во-вторых, не привязывайтесь конкретно, вот я хочу вот эту, да. Мы это сделать практически не можем на этом рынке. То есть давайте нам работать с этим. Три-четыре планировки разных этажностей, тогда шанс есть. И в принципе, большое количество людей получают квартиры. К сожалению, время передачи подошло к концу. Спасибо большое, что поделились с нами секретами, полезной информацией. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующей передаче. Всего вам самого хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok